Кумулятивное оружие у человека, незнакомого с принципом его действия, может вызвать удивление. Как из маленькой дырочки в броне, в которую-то и палец с трудом пролезет, боевая машина оказывается подбитой и полностью выходит из строя? Об этом и пойдет речь в сегодняшнем видео от издания «Военное дело». Сам кумулятивный эффект был открыт еще в конце 18 века, однако использовать его человечество смогло только в 40-х годах 20-го. С появлением на поле боя танков военные всего мира начали искать способы борьбы с ними. Сначала с ними боролись с помощью пушечного вооружения, потом начали изготавливать противотанковые гранаты и мины. Однако чем мощнее становились пушки, тем толще становилась броня танков. Именно тогда военные дали ученым задание разработать новый вид оружия, который сможет эффективно пробивать вражескую броню. В этот момент конструкторы вспомнили открытие американского ученого Чарльза Монро, который установил, что при взрыве энергию можно сфокусировать в одной точке. Для этого во взрывчатке необходимо создать выемку в форме конуса. Однако итог все равно был недостаточно результативен. Но взяв эту идею за основу, немецкий оружейник Франс Томенк в 1938 году догадался, что если выемку покрыть металлом, то он и возьмет на себя пробивную роль, а энергия взрывчатки будет лишь формировать направление удара и придавать для этого энергию. При этом для облицовки выемки подойдет не каждый металл, а тот, который обладает пластичностью. Например, медь. Первыми такие боеприпасы в свое распоряжение получили немцы, что стало большой неприятностью для Красной Армии во время Великой Отечественной войны. В самом начале у СССР не было подобных образцов вооружения, а при осмотре повреждений на технике создавалось впечатление, что пробитие было достигнуто за счет прожигания. Однако вскоре были захвачены первые образцы немецких кумулятивных снарядов, и артиллерийсты сначала получили первые снаряды собственной разработки, а потом в пехоту стали поставлять и противотанковые кумулятивные гранаты. Так в чем же секрет такого эффективного бронепробития? Все просто. Как мы уже говорили, обращенная к врагу сторона снаряда представляет собой взрывчатку с конусообразной выемкой, которая покрыта медной облицовкой и спереди снабжена обтекателем для лучших аэродинамических характеристик и фокусировки удара кумулятивной струи. Важной особенностью конструкции является взрыватель, который расположен в задней части снаряда. При столкновении с целью взрыватель инициирует взрыв. Энергия взрыва направлена вперед и из-за конусообразной формы фактически схлопывается. В этот момент медная облицовка под давлением резко вылетает вперед. Металл остается твердым, но при этом образует струю, скорость которой достигает 10 км в секунду. В результате образуется давление 100 тонн на квадратный сантиметр, которое фактически продавливает и вымывает броню, что называется пластической деформацией. Современные российские разработки противотанковых кумулятивных гранат могут пробить броню толщиной больше метра. Вслед за появлением кумулятивного оружия немедленно начались разработки и защиты от него. И вскоре нашлось несколько рецептов. Самый простой – установка экранов. Наилучшее воздействие кумулятивной струи происходит при взрыве на определенном так называемом фокусном расстоянии от брони. При установке на расстоянии от основной брони даже легкой преграды взрыв пробивает ее саму, но долетая до основной брони теряет силу и уже не может ее поразить. Второй способ – это активная динамическая защита. Она появилась уже после Великой Отечественной и стала прорывной разработкой СССР. Многие видели, что на танках установлены небольшие коробочки. В каждой из них содержится взрывчатка и бронепластина. При попадании в такую коробку происходит подрыв. Половина энергии гасит струю, а вторая толкает ей навстречу бронепластину. Но оставшиеся силы уже не хватает для пробития основной брони. В современных системах подрыв блоков динамической защиты может осуществляться с помощью компьютера, который засекает выстрел и подрывает навстречу ему взрывчатку. Следы от попадания кумулятивных снарядов представляют собой небольшие отверстия диаметром не больше пары-тройки сантиметров. Но при удачном выстреле они могут даже прожечь технику насквозь. Экипажи бронемашин поражаются не только самой струей, хотя ее температура в 600 градусов явление малоприятное. Сколько отколовшимися от внутренней части брони осколками. Попадая в членов экипажа и внутренние агрегаты танков, эти частицы металла выводят их из строя. Причем им не обязательно быть какими-то крупными. Они могут быть по размеру как песчинки, но представьте себе, что это как пескоструйный аппарат, только вместо песка там металлические гранулы, и их скорость в разы больше. А уж если такая струя попадет в двигатель или снаряды внутри техники, то происходит моментальный взрыв.